помог ну а кто говорит что они не едят апельсины единственное помог что ты ешь мне здесь на паласе не может его там это ну ест и перец ну как ест? хочешь? вкусно? конечно вкусно ты же молодец помог я сделала такой вот фарш рыбный рыбный из анчоусов из хамси сейчас буду формировать такие кефте и сегодня у нас будет вот такой булгуру с грибами и кефте рыбные кефте если есть желание узнать рецепт пожалуйста добро пожаловать на галушку семи там будет видео данных кефте данных котлеток заходите вот они данные кефте сейчас обжаривается с одной стороны затем с другой а я там занимаюсь грибами вот таким вот образом я нарезаю грибы ну я мне кажется я люблю не мне кажется а так и есть я люблю помельче вот нарезать вот нарезать они конечно потом еще вода из них выйдет они станут еще поменьше но тем не менее готовлю готовлю как мне сказала одна подписчица порченые грибы но на самом деле они были не порченые а просто были в земле да действительно я это видела но так как они мне были нужны поэтому я взяла и в земле касательно порченности они не порченые дорогие мои зрители так ну это значит у меня идет на пилав а вот эти грибочки сейчас я хорошо вымываю я нарезаю и они у меня пойдут на следующий раз на супер я там оставила сколько 2 4 6 8 штучек один из них такой добрячий крупный крупный и сейчас мы будем готовить манторлы булгур пиловые пила очередь у меня на булгур с грибами смотрите порезала грибы у меня здесь так у меня всего было 300 ну где-то 250 грамм грибов значит полтора стакана булгура я решила и у меня половинка лука поскольку муж мой не особо любит ну а для меня например сочетание лука с грибами как бы идеально сливочное масло 2 столовые ложки и растительное масло тоже где-то так 2-3 столовые ложки все сейчас мы нарезаем лук кубиками и обжариваем на наших маслах булгур от сколько не смотрю значит готовит там допустим какие-то российские шеф-повара и утверждает что не нужно его мыть ну как это не нужно его мыть слушайте он там по всем мешкам тягался тягался пусть даже он пакетированный но все равно там из каких-то мешков его пакетировали я не понимаю то есть я всегда мой булгур обязательно не так тщательно конечно же как рис но тоже обязательно мою вот до такого состояния чтоб лучок был обжаристый немножко золотистый теперь добавляем сюда грибы теперь обжариваем мы грибы чтобы они тоже были слегка обжаристые сейчас буквально две-три минутки я их накрою крышечкой они у меня под крышечкой отдадут воду потом я еще две минуточки их без крышечки обжарю и все далее добавляем булгур и вот они мои котлетки видите такие классные и под них можно еще использовать либо чесночно-йогуртовый соус либо просто йогурт класс очень вкусные вы знаете янка уже мы с ней сняли пробу ну а этот конечно же булгур вот в таком с грибами ой мы это самый-самый вкусный в мире для меня для меня и для нашей семьи самый вкусный метод приготовления пилава вот булгура булгур конечно сам по себе очень вкусный а с грибами это просто это непередаваемо и пучки наши быстро обжарились интересно даже не накрывала крышка вода как-то быстро сама по себе вышла и я и не успела потому что газ я сделала очень сильный и теперь мы добавляем наш булгур и обжариваем все что в булгур так устал немножечко другого цвета вы увидите он станет такой вот ну другой как бы непрозрачный как напитается напитается соком грибочков так вот смотрите обжарился и сейчас мы уже заливаем его в кипятком я беру чайник я уже кипятила предварительно то есть у нас полтора стакана булгура соответственно сюда у нас пойдет и стакана воды я еще делаю воды такое количество чтоб покрыла крупу вода далее солим выставляем на медленный огонь открываем крышечка 20 минут и супер пилав готов знаю что очень многие его готовят опять же никому америку не открываю ну а мы вот я честно говоря уже давно дома не готовила и вот решила не я у диана спросила диан а я предлагала и картошку пататэ слины с котлетом или же котлетом или же говорю вот волгую с грибами она выбрала волгую с грибами поэтому так сегодня у нас получилось я там еще чуть-чуть грибочка отложила на супик вот надо экономить однажды у меня муж мужа сын спросил алабло ты очень любишь экономить конечно я люблю вот поэтому экономия наверно это у меня с детства знаете с 90-х годов когда есть было нечего мы ели черные лепешки в 90-х годах я думаю что я не одна такая очень многие ели в 90-е голодные годы черные лепешки или что-то еще в этом роде я например и по сей день не ем корицу поскольку моя мама готовила данные лепешки либо тогда это коржики либо каких можно еще было называли пряники 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 она называла из корицей и вот с тех пор я ничего не ем с корицей так что желаю всем всегда хлеба на столе ну все булгур готов я сейчас пробую на соль на соль отлично боже мой боже мой вкус найти неописуемо и на медленный огонь под крышечкой 20 минут все ой-ой-ой-ой я выключила уже вот такой вот у нас получился пила боже мой ароматы просто взбивающий с ног так что вот вот такой вот у нас сегодня ужин хотела еще делать салат из синей капусты но не хочу добавлю йогуртом котлетки и пилав туршу может ему что хочет с острого перца и что еще а ну йогурт может быть йогурт